Я вспомнил такую смешную историю, на самом деле я всю жизнь была очень стыдливой, то есть я преодолевала стыд, то есть вот это желание секса и вот этот стыд, он все время меня сопровождал, то есть я всегда, вот когда я испытывала оргазм, потом мне становилось очень почему-то стыдно и неуютно в своем теле, в своей оболочке, мне хотелось бежать, это было многократно, и вот то, что я вот испытывала, часто давалась покляни, выпивая, потом на другой день я испытывала сильные похмелья, стыд, раскаяния, я хотела опять начать новую жизнь, но у меня ничего не получалось, я снова как-то вот впадала в какие-то ситуации, вот это и все это. Ну почему-то я говорю, ну я вот скажу такую легкую историю, как я однажды с подругой, такая была очень молодая девушка, пошли в баню, это было где-то в бане, где-то в 95-м году я помню, и мы пошли в баню, мне все это нравится, мне все нравятся бани, мне нравится, когда вот смотреть на другую женщину, какие они, когда они обнаженные, то есть мне нравится, какие у них формы груди, какие волосы, какие волосы, какие волосы растут, мне все нравится смотреть, как они молятся, то есть я тогда, я действительно, я, на самом деле, такая конченая резбиянка, если бы я была, жила бы в Америке, я была бы точно только резбиянка, потому что мужские половые члены меня, конечно, тоже возбуждали, но все-таки женское тело намного привлекательнее, вот этих, каких только я уродливых мужских тел не видала, вот эти толстые животы, волосы, вот, может, поэтому мне было, почему потом как-то стыдно, потому что это все-таки неэстетично, то есть, когда две девушки красивые лежат во мнинку, друга целуют, то есть, это эстетично, это красиво, это смотрят, это нравится мужчинам, это нравится, это должно нравиться всем, а когда лежат два бородатых мужика с волосами, то есть, и как-то вот, ну, может быть, мне нравится, на самом деле, я, конечно, крылью душу, мне нравятся гомосексуальные какие-то отношения, но мне нравится, когда один мужчина такой грубый, брутальный, с волосами, то есть, такой мальчик, а другой мужчина утонченный, как девушка, то есть, если у него от девушки не плечишь, то есть, у него висит такой маленький пенис, и этот брутальный мужчина берет его пенис в рот, и как бы, ну, как бы делать, то есть, ну, а потом у него, у него начинают элекции, он заходит в этом, этому, юному, этому молодому, красивому, я бы увидела просто такое видео, меня это очень возбудило, и он заходит к нему, его фу, то есть, попой, и начинает его, и тут начинает стонать, то есть, это меня, кстати, очень даже сильнее возбуждает, чем, когда целуются из пьянки, потому что тут чувствуется, что тут настоящая, подлинная эмоция, эмоция, как это, что вот действительно, это женское и мужское начало, но оно как-то вот такое вот странное, странное такое вот, лесовское, конечно, а, это что-то как будто в аду такое, но поэтому, конечно, очень сильно захватывает, я помню, я одно время подсела и смотрела вот такие видео, я нашла такой сайт, там, где мужчины, женщины, ну, мужчины с женским таким началом, но при этом они делают себе грудь, у них волосы, и у них остаются у них мужские достоинства, то есть, мне почему-то это очень сильно меня возбуждало, действовало, но у меня никогда не было вот таких мужчин в отношении, это, на самом деле, недавно появилось, я уже представляла, так вот, у меня было такое, в любом, который, да, любил вот прививаться, надевать парики, все, но, да, но в Советском Союзе в России это было, конечно, все очень строго как-то, все, не знаю, ну, вот, мы пошли в баню, и, я помню, я так, ну, подружка ушла, я разделась, то есть, я, как-то, голенькая, взяла тазик, все, пошла, и что-то там дверь перепутала, дверь, перепутал дверь, открываю, там была сауна, я открываю, я думал, что это душевая, там какие-то были, ну, там какая-то была, вот, непонятная, то есть, какой-то день такой, странный, и там, там сидел, сидели молодые солдатики, они парились, то есть, я заткрывала дверь, обхожу, я струбенела, я полностью обнаженная, такая вот, такая вот красивая, обнаженная, а сидят человек восемь солдатов таких, солдат, и они смотрят на меня, всякими ужасами, они даже, то есть, это была ведь минута, я руководила, то есть, это, конечно, это меня очень в том, чем запуталось, я как-то, я засмущалась, ой, скрыл и убежала, мне как-то, это меня потом не было, все равно, в целом, весело, ну, вот этот вот, что стоку мужчин, как-то все они на меня голодными, такими глазами смотрят, пробевают, как-то солдатский день, и мы как-то вот странно, вот эта история меня тоже запахала, вот это странное такое переживание, что ты вот, обнаженная, на тебя смотрят, такие, голодные мужские глаза, надеюсь, они тоже голодные, они, конечно, были, если бы это были солдаты, ну, как-то, какой-нибудь арабы, это было бы, конечно, много страшнее, меня просто там не снасиловали целую минуту я просто стояла как будто на меня напал в ступор я не могла двинуться то есть я была какая-то жертва то есть мне нравятся такие ситуации я потом хотела все раз как-то испытать но еще это не получалось я в бане люблю ходить в бане, мыться потом с подружкой другу массируем там как-то так мне нравится ну вот про солдат я что-то рассказала про эту странную историю ну еще каких-то на самом деле истории было много но они все на самом деле банальные то есть там я говорю, что у меня были какие-то изнасилования когда я приходила мне просто нравилось играть в жертву то есть когда я один раз тоже села в лифт там какой-то мужик был тоже молодая девушка и он этот счет взял в ножиках мне поставил сказал отца си давай он вышел в подъезд но там тоже я ему отсосала это было так вот ну как-то я то есть с него студенткой отсосала и он ушел я не люблю это когда начинается тебя могут убить я вот это вот я люблю легкий страх но вот этот ужас когда действительно какой-то маньяк тебя в лифте это я не люблю я люблю все-таки и полуигровую ситуацию ну может такую ситуацию а когда очень серьезно я все-таки теряюсь я полностью теряю голову и меня это потом гнетает я понимаю, что я была как будто чем-то одержима как будто бы я вот ну как вот удав кролик вот эти все отношения безмучнет вслед я не люблю я люблю все-таки и поэтому мне нравится когда мужчины пьяные такие полупьяные они веселые спасибо за внимание это была Магда Фишерова из Чикаго